Сегодня в России отмечается памятная дата – день окончания Второй мировой войны. Ранее праздник приходился на 2 сентября. Именно в этот день подписан акт о беззаговорочной капитуляции Японии. Но в апреле 2020 года дата окончания самой страшной войны в истории была уточнена и согласно федеральному закону перенесена, став днем воинской славы. В честь погибших защитников родины в Ангарском округе прошел митинг. Вторая мировая война, которая унесла свыше 60 миллионов жизней, стала самой масштабной и кровопролитной в истории человечества. В ней приняли участие 62 государства и более 80% населения Земли. Боевые действия охватили территории 40 стран Европы, Азии, Африки и просторы всех океанов. Сегодня во всем мире вспоминают воинов-героев, защитивших мир от ужасов фашизма. В Ангарском округе прошел торжественный митинг. Конечно же, это наша гордость, это наша история, которая говорит о том, что Советский Союз, а теперь Россия – страна непобедимая с тысячелетней историей. Сколько бы ни было войн, страна есть, страна будет. И у Ангарска особое отношение к этому. Ведь Ангарс – город, рожденный этой победой. Город, который действительно возник только благодаря победе. Датой окончания самых кровопролитных военных действий в мировой истории считается день подписания акта о капитуляции Японии. Это 2 сентября 1945 года. В России, согласно поправкам в федеральный закон, внесенным в 2020 году, окончание Второй мировой отмечается 3 сентября. На это же число приходится и другое важное событие – День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата приурочена к трагическим событиям, которые происходили в 2004 году с 1 по 3 сентября в Беслане. В результате захвата школы боевиками погибли более 300 человек, большинство из которых – дети. Жители Ангарска почтили их память минутой молчания. Вторая мировая закончилась, но не закончились вообще войны. И пришел терроризм на другом совершенно бесчеловечном уровне. И жертвами этого террора часто становятся самые маленькие дети. И 20 лет назад, это дата, это число, 1 сентября 2004 года, это черный день календаря. Митинг состоялся у памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска. К мероприятию присоединились школьники и воспитанники профильных учреждений. Ведь именно на их плечах сегодня лежит одна из главных миссий – сохранять и передавать историю своей страны из поколения в поколение. Наталья Хмельева, Александр Черник, Местное время.